Итак, начнем с передней части визуального нашего квадроцикла. Это пластик, это разработка, дизайн самой компании Yerbis, которая также выплавляется у нас здесь в России. Немаловажный аспект. По поводу подсветочки, она очень интересная. Да, это китайские, грубо говоря, лампочки, но они очень футуристично светят, хорошо. И очень тонкая, но яркая балочка. Следующая, мы имеем багажную решетку, там порядка 20 килограмм, если не ошибаюсь, максимальная нагрузка. А передний бампер, такой массивный, который интегрирован в раму. Следующая, передняя подвеска у нас получаются двойные образные рычаги, амортизаторы передней подвески. Также у нас стоят дисковые тормоза. Здесь есть рулевая тяга, шаровые опоры. На этом мы лучше установим двигатель ланчин, 123 кубика сантиметра, 9 лошадиных сил. Но здесь вопрос в другом. Грузоподъемность 120 килограмм, а это значит, что кататься можно не только ребенку, но и папе с ребенком, и маме с ребенком. Поэтому достаточно крутая грузоподъемность. Плюс здесь у нас механическая кропка передач с автоматическим сцеплением. Значит, проблем с переключением передач не существует практически. Восход топлива данного двигателя, ну, при адекватной нагрузке, постояет порядка 7-8 литров на 100 километров. К этому дополняется еще бак на 10 литров, который также является унифицированным. Также разработка компании Ирбис и льется в России. По поводу органов управления. Все просто, понятно и логично. То есть, левая у нас ручка тормоза, это задние тормоза. Также здесь есть, так же называют, транспортировочный тормоз, когда машина либо транспортировка, либо стояночный, да. Следующая, это ближний свет, это кнопка запуска, это кнопка аварийной остановки двигателя. Следующая инфекционная панель. У нас здесь есть указатель, какая передача включена. Дальше у нас спидометр, 1 метр, сколько общей расстояния пройдено, грубо говоря, и триповский суточный. Здесь указатель уровня топлива. Ну, также можно настроить, то есть, в милях и так далее. Ну, это как бы правая ручка. У нас передние тормоза, курок управления газом и машинки, куда можно заливать тормозную жидкость. Также с индикатором. Здесь у нас находится реле стартера, катушка зажигания. Здесь блоки управления светом, всему страну. То есть, электрика, все в одном месте, все доступно, все понятно. Аккумулятор похож на дельту. Так оно и есть. Переходим к задней части. Так же, как и спереди, стоят ледовские фары. Очень такого футуричного дизайна и очень красиво смотрится вечерком, когда потемнеет. Задний бампер такой массивный, также интегрирован с рамой. Есть здесь цепь, непростая усиленная, 428-я. Здесь на задней ось неразрезная, на которой установлен тормозной диск с суппортом. Кроме того, задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором. Также имеется металлическая защита, которая защищает как цепь, так же и нижнюю часть суппорта. Помимо защиты, здесь, кстати, установлен еще и фаркоп. Водоцикл является сложным техническим транспортным средством повышенной опасности. Соответственно, перед поездкой его необходимо проверить. Данная проверка займет буквально несколько минут и сэкономит вам время, а также обеспечит безопасную поездку вам и вашему ребенку.